У времени есть своя память, история, и потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших мир в разные годы жесточайшие войны. Именно такой трагедией для нашего народа и была Афганская война. В Афганистане наши солдаты подали руку дружбы и спасали судьбы человечества, порой отдавая свою совсем еще юную жизнь. Валерию Григорьеву было 19 лет, когда он попал в горячую точку. Поехал помогать, а пришлось воевать, рассказывает афганец. Мы приехали туда, в Афганистан, с хорошими намерениями помочь афганскому народу. Страна очень петная, как мы повидали. Нам не давали помочь народу. Это американские и пакистанские расцветчики или пропаганда против наших. Что пришли землю отнимать, а народ в них спунтовался. Они нападали на головы наши. В интервью с нами, хоть Валерий Геннадьевич и старается скрыть дрожь, голосе и волнение, чувствуется, что ему нелегко переворачивать в памяти страницы прошлого, вспоминать те военные годы, унесшие жизни его товарищей. Они не сдались, и они погибли в этом ущелье. На встрече со студентами Валерий Григорьев рассказал историю боевых действий, о том, как он и его товарищи воевали и побеждали. 26 декабря по тревоге мы приземлились в столице Афганистана, Кабул. Сразу же началась боевые действия, штурм Творец Амина. За ночь этот Творец Амин взяли. С большим интересом слушали молодые люди рассказ бывалого бойца о военных событиях и задавали интересующие их вопросы. Награды разные. Со штурм Амина, взятие корабла на Пакистане, за боевые заслуги. Наталья Мачкова, Павел Андреев. Новости на Чебоксарске.